МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ирония тут в том, что на самом деле больше давления на инфляцию окажут годовые премии, если они в этом году будут. Если они будут носить массовый характер, то тут может быть такой легкий хлисток по попе инфляции, чтобы она быстрее вперед побежала. Объясню, почему. Потому что вот эта премия перед новогодними вызывает так называемые спонтанные покупки, не очень даже обдуманные люди. О, деньги свалились, надо срочно что-то купить. На рынке создается определенный ажиотаж. Проблемы надземного перехода в Пскове и подземного перехода в Великих Луках, а также альтернативные варианты разведения потоков пешеходов и автотранспорта рассмотрели в очередном выпуске программы «Городозор» Александр Елисеев и Николай Мельков. Пошла очень оживленная дискуссия в соцсетях о том, где бы в Пскове построить подземный переход. Помнишь ли ты такое время? Да, помню. Даже скажу, что были некоторые продолжения, и даже куда-то даже схемку рисовали. Одно из продолжений-то было на перекрестке улицы Юбилейной и Кумунальной, проще сказать, это у империала. Автотопережение было популярно, а это на площади Ленина. Даже были какие-то варианты, был конкурс, там куча вариантов нарисовали, а кто-то победил, но, так сказать, к счастью, или к несчастью, как думают некоторые водители, он так и не появился. Ужасная давка, кошмарные зоны для просмотра, мерзкая полиция. Чемпионат мира по футболу в Катаре вызвал великое множество нареканий в адрес организаторов. Но все косяки и недоработки померкли на фоне фантастического финала. ПЛН продолжает публиковать блог нашего земляка, спортивного журналиста Константина Белякова, с чемпионатом мира по футболу в Катаре. За последнюю неделю в Псковской области зарегистрировано более 9 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Госпитализировано более 100 человек, закрыты 3 школы и 2 детских сада. Показатели превысили эпидемические пороги во всех возрастных группах. Подробности об эпидемиологической обстановке в регионе читайте в материале ПЛН. Псковская область заняла 72 место в рейтинге регионов по доступности автомобилей. Насколько выгодно в нашей области брать автокредиты, на какие автомобили у псковичей самый большой спрос и сколько процентов семей могут позволить себе новую машину. Обо всем этом читайте в материале Псковской ленты новостей. Спортивно-оздоровительный марафон на коне придумали псковские активисты. Реализовать идею помог фонд президентских грантов. Проект предполагает вовлечение детей, подростков и взрослых в регулярные занятия верховой ездой, создание эффективной среды для развития конного спорта и ипотерапии и адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как особенные всадники становятся профессиональными наездниками, читайте в материале ХМК в Пскове. Танцы как возможность раскрыть свой творческий потенциал. Одним из наиболее востребованных направлений современности стал пул-дэнс, танец на шесте пилоне. Пора знакомиться с псковским маэстро данного направления. Иван Житков рассказал журналистам ЦДИ про свой танцевальный путь и дал рекомендации, как прийти к пилону. И о погоде в Пскове на завтра. 20 декабря будет пасмурно, возможен небольшой снег. Днем от минус 9 до минус 3 градусов. Ночью небольшой снег, температура от минус 3 до 0 градусов. Ветер южный умеренный. На сегодня все, я прощаюсь с вами до завтра. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на ПЛНТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова